У нас сегодня подзатягивает с гор. Смотрите, ну как красиво зато смотрится. Все, сейчас поедем на рынок. Мы вот в Турции-то уже недельку, но на рынок еще не гоняли, причем ни в какой. Вот, поэтому сегодня наша задача затариться, затариться сразу на недельку. И еще купим продукт, все, тоже на недельку. И заправим машину, надеюсь, не на недельку, на подольше хватит. Итак, сегодня в выпуске мы с вами разберемся с ценами на различные товары, продукты, бытовую химию, топливо, различные услуги и так далее. И сделаем это в формате влога, как мы любим. И самое важное, досматривайте обязательно выпуск до конца, ведь в конце будет очень интересная инфа. Присаживайтесь поудобнее и погнали. В понедельник рынок проходит в центре Кемера, прямо возле нашего любимого отеля, Викинг Стар. Вот, туда сейчас подойдут еще родители. И что хочу сказать, что мое большое удивление, этот рынок самый дешевый. Вот серьезно, мы смотрели рынки в Кустера, в Чемьюва. И вот в центре самый дешевый рынок. Я не знаю, почему так, хотя там в основном все туристы, там можно было бы подкрутить ценник, но вот как оно есть. Сейчас крутанемся и будем заправляться на шеле. В Турции есть местные заправки, и есть шел, есть BP, и есть еще лукойл. Но чаще всего мы заправляемся здесь на шеле. Так, заезжаем. У нас 44.02 стоит дизельное топливо, и 43.94.95. Будем заливать полный бак. Блин, хрен знает, насколько это вытянет. Сюда? Дизель. Здесь какая история? Здесь, значит, записывают обязательно номера машины. И потом, если у тебя есть что-то купить, ты идешь в зал. Если у тебя кэш, либо карта, ты оплачиваешь сразу заправщику. Раньше, если карта, то тоже шел. Сейчас нет, им поставили вот такие вот черные терминалы, и уже оплачиваешь им. Ну, сейчас посмотрим. Во, 44.04.06 стоит 1 литр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы сюда приехали на лампочки. Лампочка горела. Она 40 километров осталась в баке. Ну, вот заливается. Пока 60 литров, 2 700 лир. 2 700 лир! Расплачиваемся. Пока здесь казахстанская карта, потому что мы еще не восстановили личный кабинет нашей турецкой карты, поэтому до сих пор я на казахстанской карте. Ну, нет никакой разницы. Там конвертация отличная, поэтому вообще не парит эта история. Рекомендую вам сделать тоже казахстанскую карту, работать по всему миру. Мы удаленно это делаем. Контакт свой я оставил в описании. Пишите, все подробно расскажу. Итого, ребятки, 83 литра почти. 83 640 лир. Ну, вы поняли, это дороже, чем у нас. Но что поделать, что поделать. Ну, вот как-то так. Ну, ладно. Едем теперь на рынок. Там, наверное, нас уже родители заждались. А пока мы едем на рынок, хочется добавить, что в 22 году топливо стоило 27 лир. В 23 году топливо стоило уже 30 лир. В 24 году весной, когда мы приезжали, топливо стоило 40 лир. Ну, а на сегодняшний день сами все видели только что. Центр Кемера. Здесь нам нужно сейчас первым делом снять наличные деньги, потому что те деньги, которые у нас есть, их не хватит. У нас только 700 лир. Банкоматы. Вот сейчас в каком-нибудь вон Зератбанке. Быстренько сниму денежку. Кэш снимаем с банкомата Япи. Мы доехали. И, кстати, где наши дети? А они учатся. Мы их оставили, они делают уроки. Так, Настенка, расскажи, что из себя представляет рынок? Мы приехали на рынок выходного дня. Это сегодня понедельник. Раз в неделю в разных районах, да, Кемера, Анталии проходят рынки. Выгоднее всего покупать на рынках овощи, фрукты. Молочка, мясо мы не берем. Ну, не мясо, а рыбу здесь продают, потому что она не подороже, чем в магазинах, но как бы фермерская. А фрукты, овощи берем раз в неделю только на рынке. Учатся? Учатся на полете. Как не помочь? Вот у всех вопрос, где пацаны учатся. Учеба же началась. В общем, по сути, это крытые такие истории, палатки и большое-большое разнообразие. Для этого нам и кэш, потому что здесь есть некоторые палатки, которые принимают картой, но это прям минимальная история. Это, кстати, вот то, что висит на пальмах. Да, да, да. Да. 15 помидоры, 25 гранат. Нет, они еще зеленоваты. 30 лимоны, 25 баклажаны. Это лимоны. Обычно на выходе покупаем картошку. 15 лир, кстати, стоит. Картошка подешевела. Весной она была по 25. Надо купить еще эту, клубнику. 15 лук. Ой, какие красивые. 50 лир. А что, 50 лир, 150 рублей, огурцы. Слушай, Настюна, смотри, человеческие огурцы. Настюша, человеческие огурцы. Маленькие огурчики по 50, 150. Но арбузы 15 лир. О, корнишоны. Я в жизни не видел в Турции корнишоны. Не, были как-то. Корнишоны? Да, ну нафиг. По 60 лет уже. Морковка 40. Мы сейчас пройдемся, вообще посмотрим, что как. Ценники. Традиционная палатка с семитами продают. Мирош, нам сюда кукуруза. Кукуруза 7 штук, 100 лир. Ну, помимо еды здесь можно всякие вон штуковины купить. Ремни, одежда. Пойдем, Мирош. О, гюзлюмей здесь делают. Вот, можно попробовать национальную лепеху. Так, 35 помидорки. Черри по 60. Кстати, большие черри такие. Кабачки по 40. Ну, хочу говорить, цены кайфовые вообще. Сейчас дадем инжир, посмотрим. Авокадо посмотрим. Лучше всего на рынок ходить с такими цележками. Мы их никак не купим себе. Но уже пора. Все-таки мы теперь здесь будем местные. И жить, надеюсь, будем долго. Яблоки по 30. Есть яблоки, кстати, еще по 20. Вон турецкие сладости также можно приобрести. Да, сынок. Здесь, кстати, есть манго. Куча-куча зелепушек. И то, что тоже нужно. Красивейшее авокадо. 3 по 200. Манго тоже 200 стоит штучно. Блин, ну красивый манго, кстати. Инжир 120. Клубника 150 лир. Ну, это что-то много. Но, возможно, на рынке есть подешевле. 150 это очень много. Персики. Персики по 80. Надо, кстати, будет купить. Вкуснота. Можно горох взять молодой. Нас дети, кстати, очень любят горох. Красота. Во, 50 кабачки. Прям маленькие-маленькие. Чурчхэлла, пахлава, вот, пожалуйста. Правда, мы не любим, потому что все на улице стоит. Все открыто. Полетит. Чистый гранат сок. Пей, пей, тебе не купили. Чистый гранат сок. Гранатовый сок. Давайте. Благодарим. Дашку ледерим. Бери, стакан. Это гранатовый сок натуральный, да. Давай, берись, Мирошки, давайте. Мы сюда на рыбку пьем. Натуральный сок. Пейте. Вам что было? Вкусно? В антибиотик. Пей, пей, пейте. Там вообще вкуснота. Вкуснятина. Я столько не выпил. Выпь, 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 давай, давай, давай. Так, важная информация. Если у вас есть какие-то хронические истории по здоровью, берите обязательно с собой свои колеса, потому что в Турции сейчас столкнулись с тем, что, например, каких-то таблеток нет. Мамулька отличилась. У нее из-за перепада вечно давление скачет. А у нас, видите, перепад. Тучи накрывает. И у мамы сразу давление. И у нас забыло свои колеса давления. Как называется? Моксицидин? Моксицидин. Короче, вы поняли. В общем, более взрослая аудитория поймет. В общем, таких таблеток в Турции нет. И аналогов с таким составом тоже нет. Почему-то запретили здесь их продавать. Не знаю, с чем это связано. И аналоги тоже. Да, зашли в одну аптеку. Он сказал, нет, идите, консультируйтесь с доктором, что он вам выпишет. В другую зашли. Ну, короче, что-то нам продали. Надеюсь, поможет, да? Надеюсь. Либо сегодня полетишь в Россию за таблетками, потом обратно. Затарились мы конкретно. Сейчас по цене расскажу, сколько вышел весь этот комплект. Мы кое-как все это дело разместили на стол. Потратили мы... Сейчас скажу в конце. Настенка, на пока поштай. Полторы тысячи лирбера. Остаток, сколько у нас осталось. Посмотрите, большая капуста, цветная капуста, две свеклы. Здесь, значит, кешью, кинза, шпинат, баклажаны. Это айсберг, тыква, морковка, арухова. Вот шпинат, зеленый лук, картошка, арбуз, помидоры, черри. В мешок набрали. Кабачки, огурцы, клубника. Сейчас дорогая почему-то. Перцы, два авокадо, лук, бананы, чеснок. Так, картошку я сказал. В общем, вот это вот все вышло на полторы тысячи лир. Здесь сейчас конвертация в валютах будет, смотрите. На самом деле что-то подорожало, что-то осталось так же. Но лира подпросила, и мне кажется, на финише все равно стоит все так же, как мы брали весной. Все равно цены приятные. По крайней мере, здесь это в любом случае доступно. Ну и наконец-то будем есть много-много овощей. Нам вот этого вот всего хватит, скорее всего, на неделю, но возможно, в следующий недельчик еще будет оставаться. Ну, не знаю, посмотрим. Еще чуть позже сходим в магазин, подзатаримся на неделю. Там всякое молоко, макароны, чечевицы там, ну и так далее тоже посмотрим по ценам. Да, раз сегодня выпуск про вот эту всю историю. Пробуем клубничку. Какая вкусная или не вкусная? Мирошка, вкусная? Мирош, вкусная? Да. Ваше здоровье. Блин. Слушай, она офигенная. Офигенная. Клубника реально была очень вкусная. Мы ее почти уничтожили. Теперь приступаем к арбузу. Делайте ваши ставки. Вкусный или невкусный? Красный или не красный? Сейчас будем проверять. Ну, он очень красный. Надеюсь, что он будет очень вкусный. Мирошка, убирай кукурузу, ее варить надо. Попробуем. Наконец-то мы добрались до моря овощей. И вот сейчас варим долгожданный овощной суп. Просто все, что купили, все сразу в суп. Что касается рынка, в общем, вы поняли. Ну, примерно нашу семью сейчас на рынок уходит где-то от 1000 до 1500. Это на неделю. Но какие-то продукты еще остаются на следующую неделю. Также зашли в обычный магазин, там немножко цен тоже показывал. И подкупили все, что нам нужно. Но опять-таки, большой прям закупки не делали. Поэтому вкратце. В этой квартире не было сушилки, поэтому мы купили сушилку. Будет теперь наша. Возможно, заберем уже в нашу квартиру. В общем, по стоимости вот такая вот, 350 лир. Вот, губки купили. Естественно, курицу. Курица здесь стоит, ну, средняя цена, это 80 лир за килограмм. Чаще всего вот у нас выходит 1600-1800. Покрупнее берем. Молоко вот такое вот, 25 лир стоит. Сыр мы недавно покупали. Стоит 130, что ли. Вот рыбка подорожала. Вот рыбку взяли мы, значит, 1,538 лир вышло. Да уж, полторы тысячи рублей получается. Не, ну может быть, это и нормальная цена. Но было раньше дешевле. Еще, кстати, мы покупали вот такой вот чай. Смотрите, да, покажу. 100 пакетиков. Стоит 100 лир. Нормальная цена, причем ролл-грей и очень хорошо заваривается. Покупали нормальное кофе. 100 лир. Тоже цена классная достаточно, потому что обычная цена на кофе здесь может доходить до 300 лир. Вот такое вот турецкое покупали, но мы его не пьем. Не помню, сколько стоит. Ну что-то лир 40, по-моему, сейчас. Лапша и макароны буквально там по 22 лиры. Но самый дешевый не берем. Вот это такая, ну, обычная цена-качество, как говорится. Хлеб подороже, по 50, по 70 лир мы берем вот такой вот зернышками. Чечевица 25 лир. Чечевицу покупаем всегда, очень любим чечевичный суп. Так, еще мы купили вот такое огромное мыло. Не знаю, сколько здесь, а два с половиной литра. 50 лир, по-моему, стоит тряпку, но цену не скажу. И вот бумагу туалетную 89 лир. Это, кстати, наш биучий сюда влез. В общем, не сильно основательно закупились. Вот, в принципе, можно остановить, посмотреть. Все вышло почти на 1400 лир. Ну, получается, вот по моим расчетам, на неделю еда какая-то вот, бытовая всякая история. Ну, какая-то бытовая и на месяц хватит, а может быть даже на дольше. Примерно на неделю, на нашу большую семью, надо порядка от двух до трех тысяч лир. Вот такие вот цены. В комментариях пишите, сколько вам обходятся вот эти вот все нужды. И прямо сейчас я вот прям предвижу комментарий, что кто-то из вас напишет, погоди, погоди, а как же мясо, какие цены. И действительно, мы тоже покупаем мясо и прямо сейчас тоже купим и покажу вам цены. Погнали. В Турции мясо можно купить как в обычных супермаркетах, например, Мигрос, так и в специализированных магазинах, которые называются Касаб. Вот такое мясо мы купили для себя. Это баранина, цена 546 лир за почти 1,2 кг. И купили большой кусок говядины, при нас его сделали фаршем. Цена за килограмм вот 594,5 лиры, ну, чуть больше килограмма. Да, в Турции мясо дорогое. Сходил я, значит, в свой любимый барбершоп здесь у нас в Кимере. Мужичок здесь хорошо стрижет, барбершоп сам по себе классный. Но цена поднялась прилично. Весной я стригся за 200 лир, теперь отдал 600. Выпуск про цены, ребята. Вообще в три, в три, блин, раза. Также в Турции, ребята, сейчас очень дорогие сим-карты. Если вы приезжаете чисто в отпуск, там дней на 10, то я, в принципе, вообще не рекомендую их покупать. Купите просто e-simку от Airolo, получите по моей ссылке бонус и пользуйтесь e-simкой. Это гораздо дешевле. Ведь сейчас в Турции симка стоит от 1200 лир. А в аэропорту, по-моему, вообще там до 3000 лир ценник доходит. Поэтому ссылку я оставил в описании. Делайте свои путешествия, ну, как минимум, подешевле. Вот такие вот, ребята, цены. Но на самом деле, справедливости ради, хочется сказать, что не все подорожало, что-то на самом деле даже подешевело. Вот, например, морковка и тыква подешевело на 10 лир. Но если без шуток, то, ну, как прежде уже не будет. А еще напишите в комментариях, какие цены вас еще интересуют. Может быть, я что-то упустил и не придал каким-то товарам либо продуктам значение. Напишите. И эти цены на эти товары либо продукты мы постараемся уже показать, ну, в следующих выпусках. А еще мы собираемся делать ВНЖ в Турции. Точнее, подаваться на ВНЖ в Турции. И вот это капец как подорожало. Но об этом мы будем рассказывать уже в следующем каком-нибудь выпуске. Так что обязательно подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok